Армия Азербайджана способна предотвратить любые провокации противника. Экс-президент Армении Серж Саргсян в своем выступлении коснулся боевых действий в апреле 2016 года и высказал бредовые рассуждения о том, что якобы в составе армии Азербайджана были военные инфраструктуры из Турции и Израиля. Комментируя заявление Сержа Саргсяна в Министерстве обороны сказали, что именно в вооруженных силах Армении широко распространена практика использования иностранных наемников из-за отсутствия призывников и мобилизационных ресурсов. Саргсян, оправившийся от нанесенного апрельскими боями удара лишь через 4 года в попытке оправдать себя, озвучил такой абсурд. С одной стороны, последствия поражения армянской армии в тех сражениях. С другой стороны, призыв парламентской комиссии установить причины и виновников этих неудач и строго наказать их заставили Саргсяна пойти на этот шаг. Заявляем, что сегодня азербайджанская армия укомплектована профессиональными военнослужащими, обученными как в нашей стране, так и в самых престижных военных учебных заведениях мира. Наша армия обладает самым современным оружием и военной техникой. Лживые и смехотворные заявления, озвученные Саргсяном, тщетная попытка восстановить утраченный престиж в глазах партнеров и армянской общественности. Попытка повлиять на решения парламентской комиссии. Армянскому народу следует знать, что причиной тяжелого поражения армянской армии в апрельских боях является Саргсян и его военно-политический режим. Азербайджанская армия, решительно предотвратившая военную авантюру, совершенную нынешним правительством Армении в направлении Тавузского района армяно-азербайджанской государственной границы, по-прежнему способна предотвратить любые провокации противника. Привет, друзья! Хочу пригласить вас на свой авторский канал АЗ20%. Жду вашей поддержки в виде лайков и подписки. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Друзья, когда мы вместе, мы сила, и мы обязательно победим! Субтитры создавал DimaTorzok